На оперативном совещании в правительстве области обсудили вопросы развития Арктики и обеспечения безопасности граждан как на дорогах, так и в лесу. Сегодня тревожные цифры приводят надзорные органы. Только в первом полугодии 2015-го в автомобильных авариях погибло более 11 тысяч россиян. Люди все чаще стали пропадать в лесу, на рыбалке. Увеличилось количество и несчастных случаев с туристами. Открыли заседание в правительстве. Тема о результатах поездки делегации из Мурманской области в Салихард, где рабочая группа обсудила вопросы развития Арктики и транспортной системы. Руководство РЖД подтвердило намерение о расширении дальних железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу. Первое заседание, как выразился министр, первый блин не был комом. Оно прошло организованно. И очень приятно, что нашему вопросу было уделено повышенное внимание. Но все же ключевой темой заседания стала безопасность граждан на дорогах и на природе. Каждый день в сводках регионального МЧС появляется информация о пропаже и гибели людей в лесу. За этот год спасательные отряды Мурманской области выходили на поиски 20 людей. Трое до сих пор не найдены. Количество пропавших в природной среде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас увеличилось в 2,5 раза. Некоторое пренебрежение граждан и переоценка собственных сил и физических возможностей, зачастую из состояния здоровья. Ну и люди, которые пропадают в основном у нас в водоемах Мурманской области, это, соответственно, пренебрежение элементарными средствами безопасности. На воду без спасательного жилета выходить нельзя, напоминает в МЧС. Уходя в лес, нужно предупреждать о предполагаемом маршруте родственников и друзей. А перед турпоходом необходимо зарегистрироваться. Говорили в правительстве и о безопасности на дорогах. Ежегодно в авариях гибнут тысячи людей. Поэтому я даю поручение Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области совместно с ГИБДД к следующему оперативному совещанию подготовить информацию о состоянии дел в сфере транспортной безопасности Мурманской области. Я прошу особо выделить горячие точки, где аварии проходят чаще всего. Также в преддверии начала учебного года необходимо осветить вопрос безопасности транспортных перевозок школьников. Один из острых вопросов – обеспечение пенсионеров социальными проездными билетами. Сейчас льготникам, прежде чем приобрести проездной со скидкой, необходимо получить специальную справку в Центрах социальной поддержки населения и в банкоматах МФЦ. Нам удалось полностью практически решить проблему очередей, потому что от тех часовых очередей, которые были в начале прошлой недели, конечно, мы ушли уже к отсутствию очередей, и для любого человека время получения справки не превышало стандартных 15 минут. С момента выхода постановления правительства, в котором говорится о новом порядке приобретения ЕСПБ, прошел месяц. За это время на территории региона выдано более 17,5 тысяч справок. Сейчас в Министерстве соцразвития анализируют данные об уровне доходов граждан. Окончательное решение о судьбе льготных проездных будет принято в конце августа.